Луи Анкетен Или возможно его фамилии произносят правильно Анкетен Родился в французском городе Этрепаньи В состоятельной семье Отец и мать всячески поощряли увлечение занятия жив Зачислен в Руанские лице Пьера Корнелли После окончания поступил на военную службу Закончив службу решил стать художником И отправился в Париж Начал изучать живопись в художественной студии Леона Бана Здесь он познакомился с Анри Тулус Латре С которым впоследствии был дружен многие годы Вскоре студия Бана закрылась И Анкетен и Тулус Латрек перешли в мастерскую Фернана Кармона Который кстати считал Анкетена очень способным студентом Считал его своим преемником После встречи с Клодом Моне Анкетен открыл для себя импрессионизм Вслед за Анкетеном идеи импрессионизма Восприняли вся так называемая группа Кармона Которая сложилась из Тулус Латрека И жены Буша Поля Тамье И Винсента Ван Гога Анкетен не оставлял попыток выйти за рамки импрессионизма Состоялось его знакомство с Жоржем Сера И его особой манерой письма Именуемые дивизионизмом или пуантилизмом Новая манера увлекла художников И совместно с Эмилем Бернаром Он разрабатывает новый стиль живописи Который критик Эдуард Дюжаржден назвал Клуазанизмом И который стал основой живописного синтетического символизма Я зачитывал в Викпеде Новый стиль принес Анкетену И славу, и признание Анкетен принял участие в крупной экспозиции Работы известных художник Поля Гогена Эмиле Бернано Луироя И Шарля Лавале Организованные на Парижской всемирной выставке Его картины получили восторженные отзывы В салоне независимых было выставлено 10 лучших работ Анкетена В 1824 году он и Тулус Латрек уехали в Голландию Для изучения нидерландской классической живописи Рембрандт Рубенс В течение двух лет изучал анатомию Экспериментировал с техникой письма маслом К тому времени большинство художников Уже перешли на технику рисования пастелью Поскольку техника рисования маслом Вышла из моды Считалась слишком примитивным Но Луи думал иначе Отказ от техники рисования маслом По его словам Объяснялся недостатком талантам Отсутствием знаний в области анатомии И недопониманием основных принципов Самой техники масляной живописи Значительную часть своего внимания Художник уделял реконструкцию Утерянных техник живописи старых мастеров И возвращение их в современную живописи Кончался в 1932 году Практически в полной безвестности Надо сказать, что в первой половине 20 века Работы Анкетена Служили образцами для изготовления гобеленов На специализированных мануфортурах Франции В настоящее время работы художника Экспонируется в таких знаменитых музеях Как музей Арсе Музей Ван Гога Галерея Тейт-Брита Ну вот и все, что я смог найти О французском художнике Теоретике искусства Который был один из основателей Синтетизма в живописи Луи Анкетен Все, всем пока, всем привет Смотрим картины Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok